О Соловином крае Александру Сергеевичу часто рассказывал его друг Антон Антонович Дельвик. Тот часто останавливался в таверне, которая располагалась на месте нынешней гостиницы Центральной. Сам Пушкин в Курске никогда не был. Тем не менее, в нашем городе есть места, которые связаны с именем этого гения. Все началось с Пушкинского сада. Это восточная часть нынешнего парка Первомайского. Это был Пушкинский сад. Его торжественное открытие состоялось в сентябре 1899 года и было приурочено к столетию со дня рождения Александра Сергеевича. Перед входом был установлен бюст великого поэта из светло-серого мрамора, в честь которого сад стал называться Пушкинским. Потом его неоднократно переименовали, тем более после 1917 года. Потом он вообще долго стоял, практически в разрухе. Ну, вернули уже не в варианте Пушкинского сада, а в варианте Первомайского. Ну, это, в принципе, мало что меняло. Сад, как он есть, так он остался. Был еще в Курске в те же времена реальное училище Пушкинское. Между 1927 и 1933 в завокзальной части города появилась улица Пушкинская. Она пересекалась с улицами Цурюпы и Сталина. Пушкинская улица до сих пор есть в железнодорожном округе. В 1935 году улицу Первышевскую переименовали в Пушкина. Возможно, это было связано с повышением статуса города Курска. Переименовали-то переименовали бы и соответствующие документы. То есть улица Первышевского – это нынешняя улица Уфимцева. Вот она была Пушкинская, но она была только на бумаге. Там даже не поменяли уличных табличек. Очевидно, это было связано с тем, что решили все-таки не убирать Пушкинскую, к которой местные жители привыкли, в завокзальной части. Вот она там как-то прижилась, хотя, если вдуматься, то все-таки окраина, она как-то не соответствует статусу самого Пушкина. У нас улица Гоголя в центре. Вот улица, допустим, Радищева, которого сейчас, честно говоря, мало кто знает, она в центре. Улица Белинского тоже. Эта скульптура находится внутри здания Курской областной филармонии. Здесь Александр Сергеевич появился не случайно. Когда-то эту постройку и называли Дом Ильича. Здесь в 1927 году размещался Курский театр. В 1934, вскоре после образования Курской области, театр получил название Областного драматического театра. В 1937 году, это уже три года после того, как Курск стал областным центром, и городской театр, областной театр вернули труппу. То есть она была распущена в 1928 году, в 1934 ее вернули. И через три года после этого, в 1937, театру было присвоено имя Пушкина. Вот с тех пор оно сохраняется, по-моему, это очень правильно. Вот, это не единственный театр в России, который назван таким именем. Но Пушкин наше все, тут я совершенно согласен, что это очень уместно. Нынешнее здание Областного драматического театра имени Пушкина появилось позже, в 1983 году. В 2000-м рядом с ним, в честь двухсотлетия со дня рождения великого русского поэта, был установлен памятник. Над самой бронзовой фигурой работали Николай Криволапов и Игорь Минин. Рельефами на постаменте занимались Святослав Третьяков и Владимир Бартеньев. Они выполнили 28 фигур пушкинских героев. Тексты для шрифтовых отливок разрабатывали Григорий Дреев и Сергей Горягин. Кроме того, над созданием памятника работали архитекторы Валерий Михайлов и Дмитрий Казмин. Сначала вообще думал ее поставить внизу, на колонну я не хотел, потому что там вверху фигура-то стоит такая. Думаю, такая вертикаль, еще одна, и что-то мне не хотелось. Но потом все-таки решили все-таки поставить, как классические что ли, в центре. Ну, я так смотрю, в принципе, не ошиблись, потому что иначе бы это было бы несколько приземленных, тем более Пушкин внизу, ну, там на окружении было бы другое. По словам Криволапова, в первоначальной задумке одним поэтом скульпторы не собирались ограничиваться. Вокруг главной фигуры должны были появиться персонажи из сказок Пушкина. Вот и вот это озерцо, которое сейчас там чисто геометрическое, я так думал, что оно должно быть, ну, такое живое, что ли, формы. И где-то вот на берегу-то он сидит, старик со сказки, значит, вот жил старик со старухой, там он рыбачок с сетью там сидит. И вообще-то я думал, что вокруг дети бы там всегда, вообще место было бы это неожиданно. Я скажу, нигде так Пушкина не делали вот с этими сказками. Ну, везде он чисто, так сказать, официально, понятно, там все это красиво, но такого нет. Эта школа между улицами Чернышевского и Дзержинского была построена к 1 сентября 1936-го. Имя Александра Сергеевича Пушкина она получила через год. Протокол номер 4 заседания Президиума Курского областного исполнительного комитета. В целях уйтовечения памяти великого поэта в связи с столетиями со дня его смерти Президиум постановляет присвоить имя Пушкину Курскому областному театру и вновь выстроенный среднейшкольный номер 7 Дзержинского района города Курска. Таким образом, в феврале этого года 80 лет со дня присвоения имя Пушкина в нашей школе. Ученики, приняв это имя, были очень рады. И была статья в 1937 году в Молодой гвардии написана. Ученики рады были, они обещали достойно носить имя Пушкина. Но война прервала вот этот процесс мирной жизни. После войны школа потеряла имя Пушкина. В 1945 году это была уже Курская средняя женская школа. Лишь только в 1956 году, простите, случайно нашли дневник девочки, в которой был написан дневник довоенный в школе. Школа номер 7 имени Пушкина. И тогда директор школы Борис Иосифович Шкляр написал такое ходатайство в городсполком. И решением уже область полкома были подняты архивные документы и установили о том, что имя Пушкина в школе было. И имя Пушкина в школе вернули. В 1966 году, через 10 лет после возвращения имени Пушкина, около школы был возведен памятник. Бюст Александра Сергеевича Пушкина в мае 1966 года. К сожалению, вскоре он разрушился. И в 1970 году появился тот Пушкин, который сейчас перед вами. В школу бюст Александра Сергеевича Пушкина. Скульптор этой работы Дмитриев Валентин Алексеевич. Спустя 8 лет супруга Дмитриева подарила еще один бюст Пушкина. Его разместили внутри здания. Кстати, на территории школы есть музей, в котором особое место отведено Александру Сергеевичу. Конечно, со временем жизни Пушкина у нас ничего нет. Но у нас есть те предметы, которые связаны с местами жизни Пушкина. И они самые разнообразные. Эти предметы появляются у нас в музее после поездок наших учеников по пушкинским местам. Но ездят не только ученики, ездят члены семьи, наши выпускники. И они стараются оставить след музея свой и подарить что-то музее. В коллекции значков мог с аллеей Анны Керна множество бюстов. Самому старому экспонату 100 лет, а новому нет и недели. Скоро количество предметов в музее увеличится. Вот эти предметы приготовлены быть переданными седьмой школе имени Пушкина. Потому что они там делают и по музею про Пушкина. Несколько картин уже у них есть про Пушкина. И я собрал несколько гравюров, вот такие вот вещи, ну и еще кое-что для того, чтобы было интересно посмотреть. Не только почитать его, но и какие-то вот такие вот вещи, которые связаны с именем Пушкина. 10 февраля исполнилось 180 лет со дня смерти великого поэта. В связи с этим до конца месяца на втором этаже школы появится Пушкинский зал. Все, Пушкин. Потому что приходит новое поколение, приходим мы в школу, а он стоит, встречая нас в синеве, под дождем, под снегопадом. Вот. И Пушкин для нас, ну, пример служения Отечеству, патриота. Пушкин для нас, это энциклопедист. Вот. Пушкин для нас и является примером вот той дружбы, потому что у нас в школе любимые слова, друзья, прекрасен наш союз. И нас, мы хотим, чтобы наш школьный союз тоже был прекрасен.